Всем привет! Вы на канале Study Calligraphy, меня зовут Полина, и мы продолжаем нашу серию обзоров на инструменты и материалы для каллиграфии. И сегодня у нас потрясающий, невероятный, лучший, прекрасный держатель от Louis Creation Mableek. Пожалуйста. Сейчас я вам все подробно покажу, расскажу, какие, что, как выглядят, как пользоваться. Погнали! Ну что, давайте начнем с упаковки. Вот так вот она выглядит. Аккуратненько открываем и достаем наш прекрасный держатель. И вот такая вот более, скажем так, изысканная. Этот держатель идет в металле исполненный. Ну вот, я все распаковала. Итак, первый вариант держателей, это вот такие вот держатели. Они идут с soft-touch покрытием, то бишь, знаете, как, не знаю, чехол на айфоне супер мягкое, такое нежное. Прям, блин, реально хочется его прям вот трогать, трогать. Он очень приятный, такой легкий, невесомый. Его супер удобно держать в руке. Вот такой вот вариант. Они идут в нескольких цветах. Еще есть цвет глина мертвого моря. Он такой немножко серенький, такой, ну, сероватый, да. Но тоже очень красивый. А это вот такие вот очень яркие, такие вот приятные конфетные, да, какие-то даже цвета. Вот, и они безумно приятные. Это первый вариант. Второй вариант цвета, это жемчужный, перламутровый такой оттенок. Он есть розовый и белый. Белого просто у нас сейчас нет, поэтому показываю вам розовый. Также есть варианты вот таких вот оттенков металликов. Также еще есть такой темный-темный оттенок. Он, по-моему, темный рыцарь или какая-то темная луна, честно говоря, уже не помню, как называется. Но они вот такого металлического цвета. Тоже очень красивые. И последние держатели, это такой премиум сегмент VIP luxury держатели. Они выполнены из металла. У них вот такие вот шикарные, изысканный дизайн. И они прям таки сделаны из металла. Если все вот эти держатели, они пластиковые, то вот эти держатели, они металлические. И они такие прям, ну, увесистые, если сравнивать с этими. Эти держатели универсальны. Они идеально подойдут как к острому, так и широкому перу. Так как у них съемный фланец. Вот так вот он снимается. И, соответственно, вы можете сюда уже вставить широкое перо и спокойно использовать. Либо мы вставляем фланец обратно и пишем острым пером. Здесь фланец под наклоном, чтобы нам было удобнее писать, не выворачивая руку сюда. Чтобы мы могли ее держать ровно. Сейчас я вам покажу, как это работает с перьями. Для наглядного примера достала свой старенький держатель, которым я пользуюсь уже несколько лет. Чтобы вам продемонстрировать, как их использовать с перьями. Соответственно, вот у нас фланец. Он достаточно гибкий. То бишь, вы можете его подогнуть под размер практически любого пера, за исключением совсем маленьких. Вот берем стандартное наше перо. И, вот видите, не влезает. Мы берем чуть-чуть вот так вот, разгибаем фланец. И вот он, прекрасно наше перо сюда входит. И вот так вот получается. Покажу поближе. Вот так вот это выглядит. Что касается широкого пера. Достаем фланец. Достаем оттуда перышко. И берем наше широкое перо. Вставляем его вот сюда. Вот сюда. И, пожалуйста, у нас получился прямой держатель, который мы также можем использовать. Идеально. Также, если вы занимаетесь флоришингом, мы берем острое перо, вставляем его вот так же сюда. И, соответственно, уже мы пишем флоришинг. Рисуем, извините. Пишем, рисуем. И не занимаясь флоришингом, я не знаю. Пожалуйста, вот такая красота. И, пожалуйста, еще один плюс, бонус, фишка. Показываю. Берем держатель. И хобана. Хобана. Видали? А это что у нас? А это мини-пенальчик для пера. А может быть и даже для двух перьев. Пожалуйста. И мы берем перышко, хоп, закрываем. И оно у нас там может храниться. Вот. Если вам, у вас нет места или вам так удобней, то это прекрасный вариант. Но хочу вам сказать, что сильно много перьев так лучше сюда не класть, так как они могут здесь просто-напросто застрять. Вот. Но вообще это классная тема. Но. Как я использую вот этот момент, то, что они раскручиваются? У меня есть второй держатель другого цвета. Я, соответственно, раскручиваю мой второй держатель. Я раскручиваю первый держатель. И делаю вот такой вот микс. Скажете вы, зачем? А я скажу, потому что это красиво. Потому что это прикольно и необычно. Когда ты долгое время пишешь одним держателем, вот я такой человек, что мне хочется чего-то новенького и из двух держателей. У меня получается четыре держателя. Два одноцветных и два двухцветных. Пожалуйста. Это супер классно, интересно. И вообще, ну, такая возможность, она крутая. Она добавляет какой-то, не знаю, игры, какой-то такой яркости в твою жизнь. Мне, по крайней мере, это очень сильно нравится. Такой вариант. Возвращаем. И у нас, собственно, снова держатели одноцветные. Ну, вау, что придумали? Я в шоке. Если вы бы знали, какие же они приятнейшие на ощупь. По мне, так вот эти, вот именно вот эти вот держатели, которые софт-тач покрытием, ну, самые приятные. Я вот их люблю больше всех. Хотя, стоит сказать, что они достаточно марки. То бишь, вот это софт-тач покрытие, оно впитывает в себя, если это какие-то суперстойкие чернила, или какая-то супередкая тушь, или даже, там, не знаю, акварель, гуашь. Если вы не очень аккуратно используете, или оно у вас, там, засохло, но очень долго, то оно, конечно же, может остаться на держателях. Вот. Конечно, оно отмывается, там, до какой-то степени, но не прям так идеально. Поэтому вот с ними нужно быть аккуратными. Вот. Ну, не могу сказать, что это что-то прям супер въелось и не отмоется. Нет, такого нет. Вот давайте возьмем мой старый желтенький держатель, и я вам покажу. Я им уже супердавно пользуюсь. Видно, что он, наверное, видно, что он уже не новый. Давайте с ними фланец. Вот. Может быть, вот тут вот я даже что-то соскребла, шкарябала ногтем. Пока я писала, что-то я пока училась, я уже сильно вдавливала руку в держатель, и я аж даже, знаете, вот соскребла здесь вот это самое покрытие. Вот. А так в целом, в целом, вполне себе он выглядит. Я им планирую пользоваться еще очень и очень долго. Вот. Следующий вариант держателя, это у нас вот такие вот металлические, металлики, варианты. Они также идут пластиковые, они суперлегкие, но при этом у них вот такое вот глянцевое покрытие, которое будет намного проще помыть, смыть любую грязь. То есть на них, вот на них, они вообще никак не испачкаются, с них вообще любое можно оттереть. Вот. Они точно такие же универсальные, то бишь у них съемный фланец, и они вот в таких вот цветах идут. И еще есть один цвет, такой потемнее, такой чуть черный, ближе к черному, и тоже в металлическом цвете. Можете посмотреть у нас на сайте, ссылка будет обязательно в описании, какой он, потому что наверняка он уже есть в наличии, если нет, то скоро будет. Вот так. Также есть держатели вот в таком вот перламутровом оттенке, они тоже идут глянцевые, с них также будет легко стирать какую-либо грязь, и они вот в таком вот жемчужном оттенке. Последние, самые лакшери, вау, невероятные держатели. Это тоже держатели Mableek. У них даже упаковка идет другая. Давайте я вам сейчас покажу. Этот держатель у них, он вот в таком вот супер нереалном, прикольном дизайне. У них вот эти все части, они тоже раскручиваются. Скажите, а зачем? А я вам скажу, так красиво. Шучу. На самом деле, здесь такая же история. а-ля держатель и конструктор. Если вы невероятный любитель многих держателей и хотите, чтобы у вас была нереально огромная, большая коллекция и много держателей, все красивое, пожалуйста, держатели Mableek. Идеальная версия. Мы берем точно так же, давайте какой-нибудь более контрастный возьму, да? Какой-нибудь синий, давайте, этот голубой оттенок, который называется, я сейчас вам скажу, который называется Mahito. Вот такой вот, ну такой бирюзово-голубой. Значит, вот такой вот берем держатель. И что мы можем сделать? Во-первых, есть вариант скрутить ультра, ультра длинный держатель, да, хоп, а и сделать маленький. Здравствуйте, здравствуйте, вот так. Второй вариант, сделать держатели разноцветные, как я и показывала. Да, вот так вот. Естественно, у них и вот эта часть тоже откручивается. Пожалуйста, пенальчик вот такой. То бишь, это тоже можно замиксовать. Можно взять два держателя одного цвета и сделать длинный держатель одного цвета. А и короткий, да? Ну, то есть, как я уже и показывала, только одного цвета. Ну, скажем так, это больше баловство, то есть нет в этом никакого функционала. Это, ну, такой больше, скажем, прикол, нежели какая-то нужда. Но, такая опция имеется. Но, это вот на самом деле безумно красиво. Я не знаю, мне кажется, это выглядит, как какая-то волшебная палочка. Вот такой вот дизайн. Ну, красиво, нереально. Эти держатели также совершенно не марки, так как с них будет легко что-то смыть. Здесь нет какого-то уникального покрытия. Они металлические и так отполированные, и они достаточно матовые. Что хочется сказать, что эти держатели довольно-таки тяжеленькие, то есть, у них прям чувствуется вес. Но, тем не менее, писать им достаточно удобно, даже продолжительный период времени, то есть, к этому довольно-таки быстро привыкаешь и не чувствуешь какой-то тяжести в руке. Ну, вот, все-таки об этом стоит сказать, что они тяжелее, чем обычные классические деревянные или пластиковые держатели. И также, что может кого-то оттолкнуть, кого-то нет, а когда их берешь, так как этот металл, они довольно-таки прохладные, то есть, ну, чувствуется такая, как бы, холодок такой по руке. Не могу сказать, что это какой-то минус или плюс, это вот просто консультация факта, что вот так. Мне кажется, их красота просто перебивает все. Вы просто посмотрите, вы просто приглядитесь. Ну, что за нереальная красота. Ни в коем случае не пропускайте наши следующие обзоры, так как я буду соответственно писать своим держателям, показывая вам различные материалы, я буду использовать именно вот такой вот держатель, который у меня есть, которым я уже очень давно пользуюсь, и вы сможете собственно посмотреть на него в деле. Но сразу вам говорю, это просто нереальный держатель. Ну что, вот такой вот у нас обзор получился. Теперь вы знаете все о этих прекрасных держателях. Я обязательно оставлю ссылку в описании на наш магазин, где вы можете приобрести любой из них и с удовольствием пользоваться, ним прослужит не один год. Обязательно подписывайтесь на наш канал, естественно, пишите комментарии, ставьте лайки, нам будет очень приятно, и, конечно же, занимайтесь каллиграфией, будьте творческими. Пока-пока! Пока! Пока!